Здравствуйте, уважаемые зрители! Здравствуйте, Владыка! Здравствуйте! Совсем скоро, 1 января, наступит 2021 год, согласно Григорианскому календарю. Мы отмечаем этот Новый год с 1 января с петровских времен. Владыка, а как должны отмечать Новый год православные христиане? Вы правильно сказали, что это светский праздник. Петр I заимствовал его в Европе, а у нас до Петра I Новый год был церковным, который у нас начинается 1 сентября. Вот, кстати, то, что учебный год начинается 1 сентября, это, кстати, рудимент того празднования Нового года, которое было до Петра I. Мы действительно все вышли из Советского Союза. В Советском Союзе Рождество было под запретом, и Новый год был некой такой альтернативой Рождеству. Сначала под запретом была даже елка новогодняя, но потом где-то в середине 30-х годов, не помню в каком году точно, ее разрешили, и она опять стала, ну, уже увенчанной не Вифлеемской, а пятиконечной звездой. Вопрос празднования или не празднования Нового года – это вопрос каждого человека. Конечно, никто не обязан его праздновать, и это с одной стороны. С другой стороны, как бы вокруг нас этот праздник есть, и сделать вид, что мы его не замечаем, мы тоже не можем. Поэтому каждый решает этот вопрос сам для себя. Я думаю, что для православного христианина, как бы, какие-то формы празднования Нового года зависят от его окружения, от его родственников, от его родных, родителей, там, еще кого-то, детей, да. Вот поэтому, вот тут уже каждая семья, наверное, она сама избирает вот этот вот масштаб этого празднования. Некоторое время тому назад, во крайней мере, на моей памяти, это уже было, может быть, лет даже около 20 тому назад, в Москве, когда я был еще настоятелем подворья Троицы Сергея Лавры, мой сосед, тогда отец, ныне митрополит Тихон, вот наместник Сретенского монастыря, вот, ввел такую вот практику на новогоднюю ночь служения божественной литургии. Для как раз тех людей, которые сами какого-то празднования такого широкого не предполагают, ну, грубо говоря, не могут заснуть, потому что вокруг все стреляет, да, и телевизор смотреть тоже не хотят, с надоевшим новогодним огоньком, вот, и он предложил, давайте помолимся в этот день, ну, действительно, вот, все вокруг нас мы отмечаем, и мы сами согласились считать, что год начинается именно сегодня, вот, в эту ночь, да, так давайте помолимся, чтобы Господь благословил этот год, чтобы Господь как-то сделал его не хуже предыдущего. И вы знаете, потихоньку-потихоньку смотрю другой храм, третий, мы стали так служить, вот, в своей старой епархии в Саратове я тоже ввел эту практику, и не сказать, чтобы храмы были полны в эту новогоднюю ночь, но те несколько храмов, которые вот решили так делать, в них все-таки были люди, они не были пустыми, и люди очень благодарили, потому что ведь достаточно много еще одиноких людей, которым низким, низким это праздновать, да, вот, это не обязательно древние старики и старушки, да, это могут быть люди любого возраста, и им, кстати, очень много студентов приходило, молодых людей приходило, вот, и так вот эта вот традиция, она такая новая совершенно, она потихонечку-потихонечку вошла в нашу жизнь, я не скажу, что она стала какой-то вот общепринятой, но тем не менее, вот, есть и такой формат празднования Нового года. Я думаю, что он гораздо лучше, чем сидение перед телевизором и поедание тазиками золота Оливье, вот, поэтому, тем более, идет рождественский пост. Как относиться православным христианам к этому безудержному веселью у христиан пост, а тут и обязательно с выпивкой сопровождается, с громкими хихиками? Вы знаете, вот любому человеку к выпивке и безудержному веселью, по-моему, отношения совершенно одинаковые, да, это вещь, ну, мягко говоря, не очень приятная, поэтому тут даже можно не указывать свое христианство, а просто вот даже по-соседски можно понять, что это все очень трудно, как бы, так сказать, переживается с окружающими людьми, вот, поэтому, конечно же, даже если Новый год отмечает человек или семья, празднуют, конечно, ни в коем случае это не должно быть просто таким соревнованием, кто больше выпьет и кто больше съест, и громче включат музыку, которая у него есть. Поэтому, ну, все должно какие-то, вот, быть в каких-то нормальных человеческих таких приемлемых рамках, вот, а так, пожалуйста, можно, можно отметить, тем более, что сегодня ведь, как, что происходит, любой верующий человек живет в семье, в которой далеко не все церковные люди, далеко не все соблюдают пост, далеко не все готовы, могут или даже когда-то додумывались о том, чтобы, скажем, отказаться от празднования Нового года или сделать его менее широким и разгульным, да, поэтому приходится как-то, вот, вот, соображаться со своими родственниками. Здесь, вот, опять же, возможность есть пойти на службу очень хорошая, если есть где-то такая ночная служба, вот, и, конечно же, вот, надо постараться, если это семья, то, чтобы это было все вполне прилично. При желании можно даже пост соблюсти, поскольку рыба, она, как бы, разрешается рождественским постом, то, пожалуйста, рыбный стол с всякими там овощами и прочими вещами, да, одна селедка под шубой, можно ей только наесться, да, вот, ну и много других вещей, поэтому такая проблема, когда, ой, а как же вот быть, вот, Новый год, вот, а тут пост, а что делать, куда деваться, да, ничего не делать, сидеть, сесть за стол и съесть то, что можно, ну, в конце концов, там, выпить бокал, там, другой, какого-то вина или какого-то спиртного, какого-то, ничего страшного в этом нет, постом, опять же, нет запрещения полного на употребление спиртных напитков, вот, поэтому все это можно соблюсти, и самое главное, что у нас есть, и что является нашей такой привилегией, у нас есть наш старый стиль, согласно которому у нас сначала идет Новый год по новому стилю, а потом Рождество Христово, и в чем наша, такой вот, наша привилегия, дело в том, что вот со 2 января начинается совершенно особое время церковного года, так называемое предпразднство Рождества, с особыми, очень глубокими богослужениями, с очень интересными песнопениями, но это обычно будние дни, на будние дни народ, церковь сегодня не ходит по объективным причинам, потому что работают люди, дети учатся, трудно прийти в храм на богослужение, а у нас с вами выходные, большие новогодние выходные, и вот я это замечал, что вот в предправство Рождества, по крайней мере, там, где я служил, и в Москве, и в Саратове, в храмах в будние дни стояло гораздо больше людей, чем в обычное время, если бы это время приходилось на вот такое вот непраздничные дни. Это очень хорошо, потому что, и как раз со второго числа начинается строгий пост перед Рождеством, вот, когда уже никакой рыбы, уже ничего, вот, поэтому вот те, кто разбирается в богослужебном уставе, для них никаких проблем в соединении Нового года с Рождеством не существует. Это обычно говорят люди, которые Новый год празднуют, а что такое Рождество, знают только по наслышке, не ходя в храм и не присутствуя на церковном богослужении. Но новогодние каникулы – это традиционное развлечение для детей устраивается, да? Утренники, обязательно подарки от Деда Мороза, а вот дети православных христиан, они имеют право получать эти подарки? Почему? Почему? Конечно имеют. И развлекаться, да? Конечно имеют. Почему? Ну, это уж какие-то совсем странные представления. Конечно же, получают подарки, и елки мы устраиваем для детей, и подарки дарим, и все это, собственно говоря, это на самом деле рождественские подарки – это то, что уже присвоено секулярным миром у Рождества. Не то, что мы имеем, это рождественские подарки, они всегда были, всегда. И почитайте хотя бы «Лето Господне» Шмелева, да? Там все очень так подробно, с любовью описано, как праздновали Рождество наши с вами предки. Вот. И не только у нас, а во всем мире именно так. Будут ли проходить в храмах службы с 31 декабря на 1 января? То есть в новогоднюю ночь, да? Пока мы думаем об этом, мы объявим, да. Дело в том, что в этом году все-таки эпидемиологическая ситуация сложная, поэтому будет зависеть от того, как будут развиваться события. Но обязательно где-то мы послушаем. Спасибо большое. Спасибо. До свидания. До свидания, уважаемые зрители. С наступающим Новым годом. Дорогие братья и сестры, поступил такой вопрос. Одной женщине дочь крестили в детстве, по ее словам, именем Эльвира. В святцах мы такого имени не наблюдаем, и, соответственно, возникает некое недоумение. Под каким же именем исповедоваться, причащаться и поминаться в храме? Конечно, такого имени нет. Именно в святцах. Но человек это зовут. Имя имеет огромнейшее значение для личности, для исторической судьбы человека. Не в мистическом плане, а в том, что почему мы стараемся называть своих детей именно из святцев, то есть того свода, где мы вспоминаем тех или иных святых. Потому что, когда мы крестим человека в честь какого-то святого, мы обращаемся к нему с молитвой, как к небесному покровителю, как к защитнику и молитвовоздоятелю, несущей наши просьбы к Богу. То есть мы берем себя под его покровительство. Конечно же, святой Эльвира мы не знаем. Хотя кто знает? Может, и пострадал какой-то человек за Христа в сонной истории, но в святцы его не записали, ведь не все святые попадают в святцы. Очень много неизвестных, очень много людей, которые не имели свидетельств у него в своей жизни. Но, тем не менее, есть традиция. И как же поступать в этом случае? Потому что иногда и в лавках иконных не всегда могут принять это имя. Скажут, нет такого в святцах, мы писать не будем. Может, с этим столкнуться. В древней церкви, к примеру, мое имя Димитрий, так это вообще в честь греческой богини Диметры. И, конечно же, не было никакой Диметры в святой. Но, тем не менее, традиция сохранила это имя, потому что впоследствии с этим именем были сон святых. И они друг другу передавали эту череду покровительств. В данном случае, чтобы соответствовать в рамках этой традиции, можно поступить следующим образом. Прийти на исповедь и на исповеди попросить священника прочитать молитву имя наречения истребника. Эта молитва читается в самом начале Таинства Крещения. С новым именем, который человек будет выбирать либо из того своего дня рождения, и кто поминается в этот день, либо с озвучной той же Эльвирой. И тогда мы, человек, приобретая это церковное именование, приобретая для себя небесного покровителя, будет в безробности в лоне церкви и без сомнений каких-то или внутренних бурлений приходить и исполнять, участвовать в таинствах, исполнять свои мультивословия, и себя не смущая никого-либо в храме. Потому что это маленькая, казалось бы, мелочь, но вся жизнь наша состоит из мелочей, которые составляют нашу личину перед лицом Бога. Добрый день, дорогие братья и сестры! Поступил очередной вопрос о том, что такое молитвослов. Молитвослов — это не просто книга, в которой собраны молитвы. Молитвослов является своим родом азбукой, прописью. Можно назвать и так. Ведь многие могут возразить и сказать, что не обязательно молиться по молитвослову, можно молиться своими словами. К сожалению, по ленности своей, по невниманию, мы можем упустить то, что просим у Господа, то, как мы общаемся с Господом. Мы можем забыть это состояние. И в помощь нам приходит как раз молитвослов. Молитвослов — это не только молебное чтение одного человека, это возможность помолиться вместе со всей Церковью. Так как принято не только у одного угодника Божия, как у многих, и собрано все в одной книге. Зачастую это нас дисциплинирует, это приводит к тому, что мы находим несколько минут для того, чтобы попрочитать утреннее правило, вечернее правило. Для того, чтобы мы могли действительно уделить некоторое время своей жизни Богу, приучить не только себя к дисциплине и порядку, показать детям, как это нужно делать. Ведь когда мы учились в школе, мы писали все крючки в одинаковых прописях. И молитвословы по своему состоянию, по своему содержанию похожи. Самое главное, в молитвословии заключены не просто молитвы утренние или вечерние. Там собраны молитвы на многие потребы, которые возникают у многих людей. И это объединяет нас, объединяет как Церковь Христову, для того, чтобы мы могли молиться одним правилом, одним угодником Божиим вместе с Церковью. Ведь молитва — это не просто просьба или прошение к Богу одного единственного человека. Это молитва всей Церкви Христовой. Поэтому очень хорошо, что появились такие книги, в которых собраны действительно не просто свод молитвенных правил, а еще указывается, как и когда готовятся к какому-то таинству. Подсказывает нам о том или ином жизненном пути, который проходит человек, о том, как к нему подготовиться, какие молитвы прочитать. Это очень важно. Раньше таких возможностей у людей не было. Книги стоили дорого. И приобрести книгу или достать просто не было возможным. Поэтому я очень рад тому, что сейчас есть такая возможность действительно обращаться к Богу, смотря в обычный молитвослов. Казалось бы, с другой стороны, это молитвослов не просто сборник молитв, а учитель нас жизни, учитель каких-то действий, дел, не просто в Церкви, но еще и в жизни духовной. На примере Часослова можно сказать, что Часослов является одним из старых, древних собраний молитв в одной книге. Здесь размещены молитвы не только утренние и вечерние, последования полуношницы, последования утреннего служения. Сделано это было для того, чтобы люди могли, не имея возможности посетить храм так, как его просто не было или храм находился на далеком расстоянии, совершать богослужение, хотя бы в стенах своего дома. Дорогие друзья, сегодня мы с вами рассмотрим, что есть и такое крапила. Крапила – это предмет церковной утвари. Вот оно. Состоит из ручки. Иногда приделывается колечко, чтобы было легко его вешать. Большая кисть стоит в крепежном материале, и, как правило, используется растение эсоп. Эсоп растет только в азиатских, ближневосточных странах. Иногда встречается в южных регионах нашей страны. Для чего этот предмет? Как вы понимаете, кисточка, которую окропляют святой водой страждущих, или какое-либо помещение, какой-либо предмет. Для легкости и удобства окропления. Конечно же, можно окропить и без окропила. Как это в древности, она окропилась рукой или каким-то другим удобным предметом. Но более удобно, конечно, окропила. Когда эта кисть окунается в емкость, кандию еще ее называют святой водой, водосвятной чашей, на крещении или на водосвятном молебне, или в частной требе при освящении жилища. И при сопроводительных молитвословиях окропляют людей или помещения, как я уже говорил. Таким образом, мы с вами теперь знаем, что это за предмет, и не будем его бояться. Белоснежный храмовый комплекс села Арская находится в 20 километрах от Ульяновска. Его серебристые купола с крестами словно выплывают из заснеженной равнины, когда едешь по трассе. Рядом приютились многочисленные дома сел Арская и погребы. Почти 20 лет настоятелем храмового комплекса является протеерей Алексей Кармишин. Когда владыка Прокл направил его сюда на службу, здесь стоял один полуразрушенный храм Богоявления. Отец Алексей пришел в ужас, когда оценил профессиональным взглядом архитектора, кем он был до рукоположения в сан священника, «Состояние постройки». А когда я приехал сюда, уже будучи священником, я просто вообще не ожидал. Просто люди, которые не профессионалы, начинают заниматься не своим делом, они так напортачили, а в конце даже вообще решили все дело сломать. И вот пришлось потом уже 7 лет его восстанавливать. Там сложнейшие вещи, там такие сложнейшие вещи были, что я просто не встречал. Как говорит священник, в первый раз он здесь побывал в 1992 году. Тогда в потолке зияла одна двухметровая дыра, которую можно было залатать. Через 10 лет храм был весь в дырах, но его надо было сохранить во что бы то ни стало. Его стены помнят историю нашей земли. То есть храм 1649 года, постройки, самый старый храм в Леонидской области, он сохранился по той причине, что его построили из кирпича. В те времена, когда строился Сибирск, в 1948 год и так далее, там еще долго-долго-долго строили дома, храмы все были деревянные, потому что кирпича не делали, а веса было полно. Ну а здесь, поскольку природная аномальная зона, здесь никогда молнии не бывает. Об этом знали люди. И по этой причине царь Алексей Михайлович, это отец Петра I, приказал построить пороховые погребы для хранения печального зелья. Отец Алексей твердо решил, что храм восстановит. Правда, тогда он еще не знал, кто ему станет помогать. Интересно, что к храму больше потянулись не те, кто жил рядом, а беспризорные дети, молодые люди, вернувшиеся из Чечни и попавшие в преступные группировки. Каждый из них оказался один на один со своей видой. Они искали путь истинный и нашли его здесь, в Арском. Но прежде всего они нашли приют, поддержку и помощь. Их истории кажутся невероятными. А это было не так давно, всего-то 17 лет назад. Одного звали Виктора, он сбежал из Минского детского дома и ехал к бабушке. Ему сторож этого детского дома сказал, когда ему было, вот 14 лет мы его справляли, там ему 13-ти лет было, он сел на поезд сбежал, сказал, у тебя есть бабушка, она живет в Красноярском крае. Он раз ночью избегает, поехал в Красноярский край. Тут его высадили, как же ты там искать-то будешь? А что там, найду я. Как ты найдешь? Ну, говори. У меня приедут в Красноярск, прошу, где здесь деревня. Зайду в деревню и спрошу, где бабушка. Вот. Так набралась команда ребят-подростков и вполне взрослых людей со сломанной судьбой. Они засучили рукава и принялись за возрождение храма. Кто-то из них когда-то имел вполне достойные специальности, но мало кто имел дело со строительством. Отец Алексей, архитектор и зодчий по профессии, обучил их всему, что мог сам. Чудеса стали происходить с того момента, как начали реставрацию. Об этом не устает рассказывать отец Алексей. И здесь нет никакой аферы, в чем некоторые пытаются обвинить священника. Я обратил внимание, когда зашел сюда, на черных стенах, там стены черные практически все были, появились какие-то цветные пятна. Потом больше, больше, и потом вот лицо Иисуса Христа, он на той фреске, лицо апостола, красный платок, потом платье женщины, рука ребенка, голова ребенка, потом больше, больше, как на этой фреске, где несение креста стало что-то появляться. Само собой, никто не мыл, не чистил. А пока восстанавливали старый храм, заложили рядом фундамент нового, который носит имя Святой Блаженной Ксении Петербургской. И выстроили его за 9 месяцев. Более того, он построен по образу и подобию церквей 12-14 века. Поэтому в данном исполнении этот храм единственный в Ульяновской области. Храм уникален и своей крестильной, баптистерием, где крестят взрослых и младенцев по старинным канонам, полностью погружая в воду. Вода, освещенная, должна выливаться по канонам только в реку, или в озеро, или в море. Никаких других вариантов нет. Ни в овраг, ни в канализат, ни, дай бог, с общей трубой пересекаться, как у ванной. Это будут духовные преступления. А здесь вот мы с пацанью, с вот этим, с разным, копали траншею 130 метров, длиной на глубину 4,5 метра. И вывели эту трубу. Отец Алексей подчеркнул, что каждый раз перед крещением обязательно проводится беседа, что-то вроде экзамена. Далее читаются все молитвы матери, заклинательная молитва, и каждый раз освещается вода. Иконы, к слову сказать, в баптистерии старинные, подаренные и привезенные из разных храмов области. Прямо над самим баптистерием, как и полагается, в алтаре на престоле лежат мощи святых мучеников и орданских. Стены украшают старинные иконы. Некоторые из них перенесены из старого храма. Их сохранили местные жители и вернули, когда святыню восстановили. Икона Пресвятая Троица написана в XIX веке в московском монастыре. Перед ней лампадка иногда сама зажигается. Она досталась отцу Алексею по наследству, от прадеда, тоже священника. Но больше всего людей приходит поклониться чудотворной иконе священномученика Харалампия, образ которого почитается в христианстве наравне с Николаем Чудотворцем. Она появилась в храме чудесным образом, случайно подаренной жительницей одного села. Приложившись к ней, многие исцеляются от болезни, кому-то сопутствует удача. Потом, когда она появилась, я сначала не знал об этой иконе ничего. А потом стали мы изучать истории, там все факты, рассказы, с людьми встречаться. Оказалось, что эта икона была именно этого братства, священномученика Харалампия, которое было у нас в начале XX века, где Иоанн Кронштадтский у нас по жизни и брачи до сих пор является. И когда заложили мощи и священномученика Харалампия, в этот день здесь начались различные чудесные явления. Многие иконы светиться стали, исцеления пошли. Во время строительных работ по укреплению грунта были обнаружены семь выбивавших ключей чистейшей воды у новой церкви. Их объединили в один святой источник. Родник хоть и появился в селе недавно, но уже оброс своей истории. Есть и рассказы о получивших исцеления у источника. Слепые, искупавшись в его водах, прозревают. Глухонемые начинают слышать и говорить. Бездетные бывают обрадованы с кормом, зачатием и рождением ребенка. Храмовый комплекс «Арская» – это не просто два стоящих храма, которые каждый по-своему уникальны. Это и не монастырь, хотя напоминает чем-то своим укладом жизни. Здесь даже живут монахи. «Арский приход» – это целое государство. Переступив его порог, каждый попадает под защиту духовную и физическую. Здесь каждого обогреют и накормят. На территории есть своя столовая, поликлиника, кузница, швейная мастерская. Когда-то был центр реабилитации участников локальных конфликтов. Сейчас на себя эти функции взяли государственные органы. В «Арском» большое внимание уделяют воспитанию подрастающего поколения. Дети обучаются в церковно-приходской школе, где проходят занятия по рисованию, рукопашному бою, народным промыслам, танцам и православной культуре. Они участвуют в концертных программах и многочисленных конкурсах. В зимнее время арским приходом на базе Духовно-патриотического центра проводится межрегиональный рождественский фестиваль «Возродим Русь Святую». В рамках него проходит конкурс поделок. Их присылаются всего региона столько, что целая комната просто заставлена ими. Также полюбились многими арские чтения. Межрегиональный фестиваль и творческий конкурс «Пасха радость нам несет» и другие конкурсы, организованные сотрудниками арского прихода. Все эти конкурсы, по мнению отца Алексея Кормишина, являются важной составляющей духовно-нравственного воспитания, которая имеет особое значение в общественной жизни страны. И, несомненно, православие должно быть связано с жизнью. Продолжение следует...